еще в соответствии с всем налоговым требованиям работы за рубежом. Но мы это сделаем? Давай я тогда заканчиваю и выхожу заново. Выходи заново. Девочки, если вам интересно, оставайтесь. Мы буквально завершим и сейчас еще раз начнем прямой эфир и подумаем, что вам для ваших бизнесов можно сделать, какие идеи могут и вам подойти в условиях пандемии и того, что происходит сейчас. Так, Ксюша, давай постучись еще раз. Отправила ей запрос. Ну что, ты слышишь меня? Вернись. Да, я возвращаюсь. Наверное, знаешь, что круто будет? Скажи, пожалуйста, девочки, если мы вам, наши леди, покажем весь процесс создания онлайн-бизнеса, будет ли вам интересно за этим наблюдать, как мы полностью создаем с нуля и выходим на международные рынки? Но по факту вся эта схема, она может работать и для открытия ваших онлайн-школ, и для вашего онлайн-проекта. Давайте так, голосуйте, пожалуйста. Показывает ли нам весь процесс, Ксения, как мы переводим оффлайн-бизнес в онлайн и выходим на международный рынок? Хотели бы вы начать вести свои вебинары и онлайн-курсы и видеокурсы? Давай покажем весь процесс от нуля. Я хотела то же самое предложить, только меня не было слышно. На самом деле, мне кажется, это очень здорово по шаговой инструкции показать все, что у нас будет получаться, с какими сложностями мы можем столкнуться. Потому что я услышала такое и увидела количество комментариев, что многие боятся, многие не знают, с чего начать. Мы не боимся, мы уже прошли все, и для нас это просто очередной новый продукт, который нам создать достаточно просто. У нас все для этого есть, у нас есть опыт, знания, навыки, платформы и так далее. Где будем показывать? Здесь? В сториз? Я думаю, что мы будем в постах, что-то в прямых эфирах, что-то в сториз, посмотрим, как пойдет и какие запросы будут. Если будут просить больше прямых эфиров, сделаем еще дополнительные прямые эфиры, почему бы нет. Ну а в основном, мне кажется, сейчас напишите, кстати, что вы больше смотрите. Посты читаете, и вам так удобнее? Либо в сториз? Как вам выкладывать? Потому что, мне кажется, вам многим это может пригодиться. И хотя бы крылышки отрастут. Это очень важно поддержать. Во-первых, смотрите, вебинары могут начать вести практически все, кто предоставлял хоть какие-то особи. То есть, начиная от юриспруденции, заканчивая курсами шитья и кройки и лепки. Да, вы можете вести, правда, онлайн уроки, вебинары о том, как даже вот лепить, декупаж делать и украшения, ободки и все остальное. То есть, по факту, сегодня все можно переводить в онлайн, пробовать. И даже если у вас ресторан. Слушай, если на самом деле хороший бы шеф-повар, да, показывал, как делать ужины, и вел, кстати, очень круто, если бы он вел в Зуме, да, красивые мероприятия, ужины вместе со своими клиентами, тоже же классно. Ну да, да, так сейчас очень многие рестораны организовывают такие, что даже в ресторане не всегда такие блюда попробуют. Очень стараются. Да, сейчас пострадали кто? Ивенщики. Вот у нас девочка есть, она из танцовального клуба. Они не танцуют уже три месяца, да, певцы тоже сидят. У кого были концерты, все запрещено. Поэтому, конечно, сейчас нужно выходить в онлайн, пробовать. Поэтому давай показывать. Если вам интересно будет и процесс от создания сайта, лендинга, подключения системы, то мы с Ксенией покажем, да? Да. Обязательно вижу, что кто-то пишет посты, кто-то сторис, поэтому я думаю, что мы в основном будем выкладывать в сторис, и что-то такое самое главное, нужно, и дублировать будем в постах. И обязательно, мне кажется, сделаем иконку в актуальном, что если вы что-то пропустили, вы всегда сможете посмотреть. Прямо назовем как-то этот проект, придумаем сегодня ночью, а завтра уже, наверное, начнем выкладывать. Я отвечу на самый главный вопрос, потому что через один-то сестры мои родители нам говорят, что мы вообще, да, от них. Не братья. Не братья. Мы знаем, что мы братья. Да, то уже бедные, да, столько сообщений написали про то, что мы так похожи. Мы сами друг друга путаем, и не всегда можем понять, кто это из нас. Поэтому нормально. Хорошо, давай решим, с чего начать. По идее, надо уточнить у наших юристов, насколько нужно регистрировать новую компанию, или мы можем к валютным счетам прикрутить новый сайт. Это первый вопрос, которым мы завтра займемся. Второй момент, нужно ли открывать отдельно, как я сказала, отдельные счета, или в нашем банке мы можем обслуживать. Ну и давай попробуем завтра зарегистрировать хотя бы домены. Да, узнаем у наших системщиков, нужно ли новый домен, или мы можем вот наш сессий Elisabeth.com, да, использовать, добавив там определенный регистр для того, чтобы сайт был на английском языке. Ну и переводи страницу. Ну и перевести страницу. Да если, ну, во-первых, мы сами хорошо говорим на английском, сами переведем. Если, девочки, кто-то из вас здесь хорошо разбирается в английском языке, все в копирайтинге, да, и сможет также там помочь нам перевести страницу на английский язык, мы будем только рады. Да. Ну и мы покажем, как создавать лендинг, на каких платформах его делать. На самом деле, вот мы уже несколько раз, вы видели наши вебинары, они идут на лендингах, мы их делаем с Ксенией самостоятельно, то есть там очень простой конструктор, куда вы заводите информацию о вашем там онлайн-уроке, вебинаре, да, заполняются картинками, там ребенок разберется, поэтому покажем вам эти сервисы. И, возможно, вы с нами уже сделаете свою первую онлайн-страницу и заработаете первый день. Посмотрим, может, и мы тоже. Ну, я думаю, прям визуально будем все показывать, как контент выбираем, как наполнение страницы делаем. Вот прям все поэтапно, и уверена, что у многих отпадут все страхи. Если будут какие-то ошибки, будем вместе с вами разбираться, потому что, мне кажется, это накопленный опыт, который поможет многим действительно создать свои какие-то новые, уникальные продукты, на что вы не решали самостоятельно. Мы будем для вас настоящей поддержкой, будем стараться всем отвечать. Покажем, какое оборудование нужно для вебинаров купить, какие платформы для проведения, куда сохранять курсы. Вообще, по идее, мы расскажем, как запустить онлайн-школу, правильно? Ну, по факту, да. То, что у нас уже давно работает, просто мы это покажем на одном очередном новом продукте австрийской школы этикета. Ну, а наша с тобой задача – выйти на международные рынки. Пора делать. Потому что с рублем нашим далеко не уедешь, как говорится. Сегодня, да. Любой рублевый продукт – это риск. Вот давай тогда расценивать это как новый шаг вперед, чтобы развиваться. И если русскоговорящая аудитория – это процентов 5, то 95% – это наши. В Китае никто не знает этикет. Представляешь, если выйти на китайский рынок? Это получается, мы первый раз будем радоваться, когда будет подниматься доллар и евро. Да, ты представляешь? А самое главное – сможем путешествовать и не истерить от того, что приехали с тысячей рублями, а она стала одним рублем на доллар. Конечно, нужно, с учетом, что мы собираемся переезжать и работать в ООН, и в Америке, если там все наладится, и Новая Зеландия, то без иностранного проекта будет некомфортно себя чувствовать, потому что, зарабатывая в рублях, мы с тобой каждый день теряем. Каждый день мы теряем деньги. Поэтому надо выводить иностранный продукт, безусловно. С вашей поддержкой, это правда. Посмотрим, насколько зайдут наши уроки-этикеты китайцам, иностранцам. Ну, разница есть, конечно. Надо тоже акцентировать внимание в зависимости от рынка, конечно. Поэтому, в общем, завтра давай показывать первый этап – регистрацию домена. Поговорим сейчас со своими сотрудниками, что делать с платежной системой, нужна ли нам новая регистрация, и завтра дадим все пароли и явки. Ну, и самое главное, что получилось, что нет, и с какими сложностями мы столкнулись, и что придется начать заново, какие моменты нужно будет решить. В общем, я думаю, что будет интересно. Так что новый план, новая жизнь. Ну что, покорение мира? Ну, прекрасно. Давайте свои вопросы. Кроме сестер. Есть что-то еще? Пишите, какие у вас проекты, какие вы думаете, нужно переводить в онлайн. Задавайте свои вопросы, давайте порассуждаем. Пишет, что в Китае свои традиции этикеты. Безусловно, мы это понимаем, и в зависимости от рынка мы говорим. Делать новое предложение с новым контентом. Это очень важно – ориентироваться на страну, на рынок, на который ты выходишь. Ну, во-первых, можно сделать уроки этикета именно жителям Китая для тех, кто работает с европейцами, понимаешь, с американцами, с иностранцами в целом. Потому что азиатский этикет, европейский – это абсолютно два разных, три разных мира, и нужно чувствовать себя комфортно в каждом из них. Ну, а 15 января, если все вернут, то, конечно, мы начнем набор новых групп в оффлайне. Более того, мы планировали в этом году сделать большой концерт на 5000 человек. И как только получим соответствующее разрешение, объявим вам место и дату большого концерта. Да, где можно будет встретиться и, наконец-то, уже не бояться друг друга пообниматься, что ли. Ну, да, это да. В общем, надо из минусов вытащить плюсы и понять, как это превратить в успех, в очередной успех, который нас так сопровождает. Ну что, я думаю, что тогда завтра и продолжим. Вы можете писать нам в директ, на самом деле, какие вопросы у вас будут оставаться. Мы будем обязательно сохранять все в актуальном, делиться всеми новостями, все, что у нас будет. И, в общем, с завтрашнего дня приступаем. Ну, я думаю, мы начнем сегодня ночью. Да. А завтра уже пока не будет. Ну, опять начнем с совещания. Совещания мы, кстати, проводим всегда через Zoom, да, со своими всеми сотрудниками. Тоже, кстати, очень удобно. И тогда завтра объявим им новую новость, что мы выходим на международные рынки, товарищи. Ну да, они еще не знают об этом. Так что, если кто-то из нас смотрит, из нашей команды, из сотрудников, берегитесь, ребята. Отдых вам только снился. Ну что, мы вас благодарим, в первую очередь, за поддержку, за то, что вы были с нами, за то, что доверились. Многие, конечно, переживают, что хотели именно в данный поток попасть в оффлайн-школу. Но, поверьте, онлайн так и продолжает работать, все в порядке. Есть группа в Санкт-Петербурге, и многие девушки уже написали, «А можно ли к вам в данный филиал?» Конечно же, да. Наборы идут, все замечательно. Проблемы есть пока только с одним нашим филиалом. Ну, это даже не проблема, это что сказать? Новый этап. Наверное, так его назовем. Поэтому, вот, не расстраивайтесь, не переживайте, мы стоим хорошо на ногах. Кто-то там жалеет наших сотрудников. На самом деле, у нас команда, которая работает с нами уже больше, там, кто-то, Дмитрий Дмитриевич, 25 лет. Да, Анечка с нами с самого начала. Девочки есть, которые начинали вот с момента образования школы. Все преподаватели тоже с первого дня. У нас очень классная команда, мы их любим, и всегда благодарим их за их работу, поэтому, поверьте, к нам в команду попасть сложно, но люди от нас не уходят. Это самое главное. Ну что, тогда до скорой встречи, целуем вас, ждем с нетерпением, следите за новостями, будем все показывать. До скорой встречи. Да, сохраняйте, будем историю в актуальном у Ксении, у меня, покажем вам, и, возможно, наш опыт вам тоже подойдет. Мы разделим и наш успех вместе с вами, и ваш успех поддержим. Если у вас будут хорошие проекты, обязательно рекламируем у себя в аккаунте, и поможем вам тоже встать на ноги в эти непростые времена и стать еще сильнее и успешнее. Из этого минуса сделать большой, огромный, жирный, долларовый плюс. Ну что, завершаю, обязательно сохрани эфир, чтобы девчонки могли посмотреть его в записи. Да, хорошо. Всем целую, всем успехов. Ну, а я буду вам рассказывать, как еще происходит мой переезд, как это мы совместим с новым проектом. Поэтому постараемся делиться всеми новостями с вами, потому что вы наша семья. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok